Первые мгновения мира помнит и человек, с которым мы бы очень хотели поговорить, глядя друг другу в глаза. Но ситуация такова, что сегодня личная встреча невозможна, только видеосвязь. С чувством глубокого уважения представляю вам своего собеседника. Это Мефодий Гаврилович Гаврилов, участник боевых действий. Воевал на Втором Белорусском фронте, был трижды ранен. Во время войны награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Ими, как вы знаете, награждали за особую отвагу и мужество. Мефодий Гаврилович, как мне подсказывают, уже присоединился к эфиру Тюменского времени. Доброе утро, Мефодий Гаврилович! С праздником! Слышите вы нас? Так точно. Здравствуйте, здравствуйте. О том, что война началась, как вы узнали? Ведь вы тогда 8 класс закончили только? Вот, значит, мы уже, это не учебный год был, конец учебного года. Мы работали, я жил в деревне, это Тюменская область, Ярковский район, село Дубровное. Вот, мы в то время, все, наш возраст работали в колхозе. Утром я встал, позавтракал и бегом на конный двор, чтобы мне лошадь досталась. Пришел, запрягаю лошадь и вдруг прибегает рассыльный из сельского совета. Все на митинг. А что на митинг, кто его знает? Ну, мы, значит, все оставили и пошли к сельскому совету. Пришли, там, значит, председатель сельского совета открыл митинг, нам объявляет, что началась отечественная война. Вот как мы узнали. Ну, после этого, что наш, старший наш возраст, сразу, значит, 23, 21, 22 год, забрали в армию, а мы еще подростки дома и работали в колхозе. А на фронт, на фронт как вы попали? Когда? Первого декабря 42-го года мне исполнилось 17 лет, а 3 января 43-го года меня уже призвали в армию, то есть через месяц. Привезли в Тюмень на лошадях, но у нас ехало всего три человека. А остальных вперед нас взяли, наших одногодников. А мы, значит, почему-то оказались... Ну, видимо, наш, что ли, у меня 8 классов всего образования, то время было, видимо, посчитали, что нас можно направить в ходное училище, чтобы мы были будущими командирами. Вот привезли нас в Тюмень, обл. военкомат, всех нас трои, значит, направил в первое Тюменское пехотное училище. Тогда в Тюмени было три пехотных училища. Мы вот в первое Тюменское пехотное училище попали. Значит, два месяца мы проучились. Мы должны были учиться шесть месяцев, чтобы получить звание или лейтенанта, или самое малое, мальчего лейтенанта. Наших всех командиров отправили на фронт. Через неделю весь наш набор на фронт, без присвоения званий, без всякого, привезли под Смоленск. И вот, оттуда началась моя фронтовая эпопея. Ну, я вам сразу должен сказать, ничего я геройского не совершил. Я не герой, я обыкновенный солдат, пехотинец. Меня зачислили в пехоту, роту автоматчиков, в 40-й гвардейский полк, 11-й гвардейской дивизии. А вот одно из ранений вы же получили во время вылазки в тыл врага. Расскажите, какое задание вы выполняли? А, было такое дело. Это один-единственный случай был. Ну вот, наши разведчики пошли за языком. А мы, автоматчики, группы прикрытия, на всякий случай. Вот, когда линию фронта перешли, зашли на территорию врага, разведчики нас оставили, с собой не взяли за языком. Мы остались все, ждем их возвращения. Сколько там они проходили, смотрим, тащат языка. Ну, немцы. И вот, мы, значит, они до нас дошли, мы следом, они вперед, с языком мы, значит, прикрытие идем. И тут нарвались мы на засаду немецкую. Но они тоже, видимо, нас засекли. И завязался бой. Ну, бой закончился удачно. Мы вышли все живы-здоровы. Вот, я ранение получил. И еще один там получил, разведчик. Ну, все пришли. Языка притащили. Вот тут-то я выпил, вот, говорят, 100 грамм фронтовые. А знаете, мы там же ползком всяко. Вот. Все мокрое, все в грязи. И нам командир полка налил водкой, мы выпили. Ну, вот, разведчиков наградили, значит, медалью за отвагу. За то, что они языка доставили. А мы группу прикрытия получили. Тоже медали за боевые заслуги. А, Меходи Гаврилович... Вот это поменьше. Достоинством, как за отвагу. Вот так вот. Меходи Гаврилович, а что для вас было самым трудным, тяжелым, страшным на войне? Самое трудное на войне, вот что. Самое трудное на войне сидеть в траншее и ждать команду встать в атаку. Вот это самое трудное. Ты, по сути дела, перед каждой атакой мысленно прощаешься со своими. Мысленно прощаешься. Ты ведь не знаешь, что тебя ждет. Или ты высунешься и страншеет тебе тут сразу. Твоя меченая пуля или осколок пролетит. Или Бог милует тебя и дальше. Вот так вот. Это самое трудное. В этом году День Победы всем нам приходится встречать дома. А вот как вы отметите этот праздник? Может быть, как ваши планы изменились? В этом году я не знаю, как я буду отмечать. Потому что я включен, насколько я знаю, в делегацию на Парад Победы в Москве. Но Парада Победы пока не будет. Когда будет он парад, неизвестно, но он все-таки будет. Но вот это вот сохранится к тому времени, я не знаю. Поэтому я вам пока не скажу, как я буду встречать. Обычно я, конечно, каждый год на Парад ходил. Каждый год. Время участия. Мефодий Гаврилович, мы поздравляем вас с Днем Победы. Вы собрались в Москве его встретить. Хотим вам здоровья крепкого пожелать, чтобы чуть позже, но все-таки ваше желание исполнилось. С праздником вас, с нашей большой и самой важной победой. Огромное, конечно, спасибо. Также поздравляю с праздником. Спасибо, что вы есть. Вы нас поддерживаете. Морально, честное слово. После встречи с вами как-то легче становится на душе. Это нам становится легче на душе. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.